С утра у моста, что связывает Новоалтайск и Белоярск, следующая картина. Машины подъезжают и разворачиваются. Путепровод закрыт на капремонт. Впервые за 35 лет с момента постройки. За это время очень сильно изменился поток транспорта, его интенсивность, его вес, его грузоподъемность. И он морально, физически этот объект устарел. Более того, полотно дороги, ограждение дороги, оно уже давно не соответствовало всем требованиям безопасности. И каждый раз, каждый год, который проходил до вот этого события, он подвергал угрозу жизни наших горожан. В администрации подчеркнули, год от года движение на объекте становилось все опаснее для горожан. Между тем, жители Новоалтайска и Белоярска отреагировали на эту заботу неоднозначно. В частности, люди подчеркивают, что маршруты общественного транспорта стали неудобны. Особенно больше народ беспокоит 120-й, который не будет доходить до школы, до поликлиники. Поэтому детям придется целую остановку идти пешком. Проще говоря, 120-й маршрут, который теперь выезжает из одной части поселка на Новосибирскую трассу, просто не будет заезжать в другую ее часть, там, где находятся социально значимые объекты. И теперь жителям придется идти к ним на своих двоих. Люди, естественно, недовольны новым расписанием автобусных маршрутов, которые будут следовать по Новосибирской трассе. В основном переживания идут по поводу детей, учащихся в Новоалтайске. Мост будет отремонтирован до декабря 2022 года. Нужно потерпеть. В ближайшее время будет сделана корректировка расписания общественного транспорта, где будет учитываться интерес новоалтайцев. Вместе с тем, в администрации города уже предвосхищают обновление моста и подчеркивают, что это значимое событие для города. Будет каждая опора моста одета в мощную металлическую решетку. То есть, скажем, такой кожух из металла, который будет подводиться под само основание моста. Там производились очень сложные технические расчеты, что позволит этим опорам увеличить их мощность. Закончить работу, по словам Будунова, возможно, удастся раньше – осенью. Объект обойдется в 175 миллионов рублей. Анна Раша Гирова, Александр Антропов. День с толком.